Я случайно узнаю от одного коллеги, что в Риге есть такой Жанис, который помогает евреям. Я его не знал. Кто он? Я знал, дал мне адрес. Такой Жанис работает и живет на Баласе Дамбе 50. Я написал ему письмо, и просто там пошел в ящик и просил, что он пришел бы ко мне. Если возможно, это было 18 сентября 1943 года. И вот я сомневался, во-первых, прибудет ли письмо, а во-вторых, придет ли он. В третьем у меня ничего конкретного нет. Я в 19 часов открываю калитку наших ворот и вижу, на второй стороне стоит человек в кепке с велосипедом и смотрит на номер. Я к нему подхожу. Жанис, это ты? А что тебе надо? Я говорю, знаете, он хотел поговорить. Ну, как поговорить? Можешь поговорить? А мы там в погребе, где мы помещались. Я думаю, можно зайти в погреб. Он был такой немец, но сохранялся, с ним можно было договориться. Но единственное, что я заметил, у него были с велосипедные номеры, что он номер закрыл, чтобы не видно было номер. Он спустился вниз. Странное впечатление оставил, так честно говоря. Никак не мог понять. Ну, что вы хотите? Ну, Жанны понимают, что у нас Гетто ликвидирует, нас всех убьют. Он говорит, есть возможность удрать? Есть. Завтра можно уехать. Куда? Что? Почему ничего? А я говорю, Жанис, но у нас везде них нету. А мне такие люди не нужны, как мы. И вот Жанность оказалась легендой человеку. Он спас 55 человек. Это был герой. Ничего, никогда ничего не боялся. Ездил, искал места. Приехал, он был колоссальнейшим психологом. С первого взгляда он был рабочим человеком, доктором он был. К любому подходил, он сразу человека узнавал. Он приехал в Добрынский район, был немецкой староста. Впервые его видел в жизни. Он говорит, слушай, с тобой можно поговорить? Он раньше не сказал, что евреи. Вот у меня есть дезертиры, нужно их прятать. Да, у меня 4-5 добов имеется. И вот тут, туда, туда, сюда, туда. И договорился с ним и все сделал. И вот с Жанной, значит, мы договорились 10 октября, 3 раза откладывали. То у него то был, то другой. Я вообще думал, что что-то там не в порядке, что он что-то думает. Для чего это им нужно? Деньги ему не нужны. Коммунисту, не коммунисту. Понимаете? Для чего это здесь? С какой целью это делать? Никак я не мог себе принять. Человек, чтобы рисковал своей жизнью, жизнью своих родных и, значит, чужих людей в то время. Это вообще было непонятно, это дело. Вообще говоря, значит, 10 октября в 7 часов утра он должен быть у нас. В 7 утра его нету. В 8 нету. В 9 нету. Что нам делать? Нас уже не выпускают из гето. В 10 Жанной споказывается. Давайте, ребята, выходим. Он подошел к охране, дал им 3 бутылки водки, говорит, слушай, я тебе возьму евреев в сад, пусть поработаю, вечером я их привезу обратно. Они вам за 3 бутылки не 3 евреев выпустили, а 300 тоже. И вот мы сели, начал машину, была подготовлена. И вот расскажу, почему он опоздал. Он договорился с шофером, а шофер тот второй передумал, что до чего я бруска-то хочу. И вот он ходит по улицам и идет в грузовая машина. Он поднимает руку, останавливает шофера, тоже лотыша. Слушай, такое-такое-то дело. Хочешь пойти на это дело? Да, Боже, он говорит. И вот он приехал сюда с шофером, которым впервые его в жизни видел. Приехал за нами, посадили нас в машину. И вот он поехал, куда, чтобы ничего не знаем. Машина была газогенераторная. Вы знаете, что она с чурками тогда. Бензина не было с чурками. И вот когда мы, значит, говорят, в трех местах будет очень сложно. На этом будет на седьмом километре, потом около Елго и там третий километр. Ну, мы подумаем. Мы проехали через мост, проехали там пять километров, машина остановилась. Не идет машина, не бывает. Чурки, он говорит, сырые. Надо вернуться в гараж и чурки другие играть. Возвращаемся мы обратно. Ну, значит, вот мы не знаем, где префектура. Вот знаете, где гостиница «Метрополь». Как раз напротив была префектура полицейская. СС-ник там был. И около самой префектуры машина останавливается. Жан подходит. Да, говорит. Я потерял это предатель. Он на пальтоу, у него был автомат. Он подходит к нему, к шоферу, и говорит, слушай, говорит. Но им все равно не сегодня их расстрелять, завтра их все равно расстрелять. А что ты меня еще поделаешь? Что меня и жену тоже расстреляют? А он ему ходит. Слушай, Жанн, и что говорит. Это просто совпадение, что машина остановилась. Здесь, в префектуре. А там выходит и приходит, и заходит. Здесь самый СС-ник туда и обратно. Кто может представить, что здесь евреи-бекветти находятся? Ну и вот, значит, поехали дальше. Приехали в гараж. В гараже заменили в чурки. Едем опять в риг. И опять машина останавливается. Не идет машина. Жанн говорит. Все, машины больше нет. Давайте вылезайте. Мы-то, у нас было четверых. Нет, трое. Трое, Жанн четвертый был. Мы лежаем из машины. Что делать? Куда делать? Знаете, надо верить в судьбу. И вот идут, значит, две женщины. Они работали, верили со себе когда-то, значит, прислугами. И вот Жанн говорит, случай. Скажут, вас зовут там Надя, я его забыл. Вы могли бы нас на полчасика приучить? Знаете, женщины, русские женщины были такие, очень честные, приличные. Да, вот мы здесь на Авату живем. Кажут, и на Авату. Они нас, значит, чаем напоили. А Жанн говорит брату моему, а ты пойдешь со мной. А вы оставайтесь, ждите нас. Он поехал. Через четыре часа они приехали на велосипедах. И будем на велосипедах, будем уезжать. У меня был веса 48 килограммов. Вообще-то довольно неприятное вспоминание. Ну вот, приехали, значит, едем, едем. И вот, значит, говорит, на седьмом километре, и действительно оказался правый. Это было намного проще. На велосипедах, если еще там стоит кто-нибудь, охрана какая-то, так вы можете, значит, и сойти с велосипеда, и вернуться, и так далее. И вот мы проехали, значит, самый, на седьмой километр, приехали в Елгаву. Куда мы едем, ничего не знаем, ничего нам не говорит. И вот из Елгавы даже ехали на велосипедах в Добелы. Когда мы проехали там перекресток Елгава-Добелы, так, подъехали, там через дорогу была, такая переезд, и он сошел за велосипеда. Да, спустился вниз, пошел в этот самый сад, вырвал пять морковок, подошел, вот тебе морковка, покушайте. Ну, мы съели морковку, значит, едем дальше. Уже темнеет, значит, 10 октября было, значит. Он ехал первый, брат мой второй, я третий, и тот четвертый. Вот же темнеет, брат ко мне подлетает, и говорит, слушай, знаешь, Жаннеса не видно. Где он, не знаю. Нету Жаннеса. Ну, что нам делать, мы едем только вперед. А Жаннеса нет. Вдруг Жаннес появляется. Что вы так медленно, понимаете, едете? Можно представить, сколько у нас сил было, как мы ехали, последними силами мы ехали. Вот приехали мы, есть такая речка, Берзупе, недалеко от Добелы. И там, значит, мы остановились, значит, он с братом ушли куда-то, а я с вторым осталось объезжать в Канаве. И вот они, полчаса проходит час, Жаннес приходит к нам, давайте, приходите, пойдемте. Приходит Жаннес, давайте, пойдем. Мы взяли нам велосипеды, в хутор, а там, значит, коровник, наверху стеновал, и вот стеновалу спускается, значит, простыня, навязывает нам велосипеды, поднимает наверх велосипеды, и он, значит, через хреб везет нас наверх туда. Мы, значит, туда и видим такую вещь. Там уже находятся три человека, было до нас, и четыре мы приехали, всего семь человек, и он говорит, и вот Жаннес лег вместе с нами, да, приехал, привез я семь человек. А что такое семь человек? Вот если я привез, семьдесят, семьсот, вот это такое, что бы было. Знаете, вы здесь оставайтесь, я поеду в Ригу, и буду опять людей привозить. Вот тогда я понял, в чем дело. И как вы думаете, что двигало им? Что? Что им двигало? Человечность. Только. И вот жена у него такая, и дети такие причем были. Продолжение следует... Нет.